шалом идея этого поста нас посетил и никакой к нам пришла в когда мы на уроке изучает трактат могила столкнулись со следующей а годой или с таким а года это сказка или сказка не хорошо рассказать про то что написано в гимаре а такая как бы сказание гимара рассказывает о том что звулун колено звулуна было недовольно своим жребием какая земля выпала в жребий почему звулун сказал всевышнему моим братьям ты дал поля виноградники а мне ты дал вершины горы и вершины или высоты моим братьям ты дал земли а мне ты дал и моря и реки что видел всевышний действительно я тебе дал другой надел но в твоем наделе есть моллюск хиллазон из которого делает голубую краску который очень дорого стоит рыбы много написано рыба 3 на это либо туна либо треска и песок из которого получается хорошее прозрачное стекло и у тебя это могут все эти вещи стоят дорого и у тебя их таскать все могут покупать задал звулун такой вопрос а как я буду знать что у меня это купят что как бы меня это не будут брать бесплатно потому что это же в земле можно подойти и забрать всевышний гарантирует колено звулуна что всякий кто не купит а возьмет бесплатно украдет как бы земли звулуна это с надела звулуна все эти богатства они не смогут не дадут ему благословения это все краска не получится из этого моллюска песок не даст прозрачное стекло ну а про рыбу как бы мы не нашли что написано наверное рыба как бы не доедет без холодильника туда куда она должна была доехать не знаю как что будет с рыбой наверное рыба тоже таскать не будет благословления в этом бизнесе вот мы видим несколько моментов как бы вот во первых основной момент который хочется подчеркнуть что человек может хотеть чего-то очень конкретно но всевышний подготовил из для него что-то что на самом деле гораздо лучше можно в принципе подумать для многих людей выходить в море до собирать моллюсков или ловить рыбу гораздо более романтичная и красивая работа чем просто пахать сеять собирать виноград многие люди захотят это гораздо больше но человек может хотеть именно виноградников и полей чтобы работать и зарабатывать стандартным способом а всевышний говорит ему я тебе дал так сказать такую реальную возможность как бы зарабатывать может даже гораздо проще зарабатывать интереснее жить интереснее то есть человек может хотеть чего-то и не видеть того дара который ему дал всевышний это та мысль как бы который меня первая пришла то сказать надо посмотреть что да что что всевышний тебе дал когда мы оцениваем свои таланты у кого-то там кто-то лучше и быстрее и красивее поет думает пишет программы а я не могу так но подумай что есть у тебя не может такого быть что у тебя нету ничего если всевышний тебе дал жизнь значит он тебе дал какие-то инструменты для того чтобы в этой жизни преуспеть это первая вещь которая мы видим как бы учим из этой истории вторая что всевышний уже в разделе земли израиля в жребии как разделить землю израиля на наделы колен уже заложил систему товарно денежных отношений то есть всевышний был как бы что называется первым экономистом как мы это сегодня назвали на уроке все нужно вложил как бы экономическую систему взаимовыгодную сотрудничество всех колен между собой да то есть всевышний уже продумал что одни будут заниматься виноградом другие будут заниматься маслом это колено ашер колено заволун будет заниматься морским промыслом и все будут как бы друг у друга покупать другу за счет друг друга богатеть да то есть как бы за счет того что они будут снабжать своих братьев это будет давать им достаток и процветания то есть всевышний уже вот в эту систему вложил вот это вот товарно-денежные отношения из систем правильного обмена и продумал как бы как каждое колено будет процветать за счет тех богатств которые будут его уделя то есть мы видим что как бы всевышний уже был как бы тот кто заботился о том чтобы у нас все было все уж не уже заранее вложил систему когда только нужно ее увидеть как мы будем процветать понимаете и еще тут такой момент важный написано что солдаты колено заволун шли в бой так сказать самим пожертвованием невероятно совершенно не не щадя свою жизнь и геморраг говорит что несмотря на то что в принципе это качество храбрости качество очень хорошее но один из аспектов этой храбрости был в том что они завидовали колено нафтали у которых был были виноградники и поля и поскольку колено нафтали были таки был хардакой хорошего дела ту колено заволуна не видел это сказать как бы большому счету смысла в жизни без своей без той доли которая им хотелось и тут мы видим сказать как бы еще один момент человек может быть готов до такой степени недоволен своей жизни что он готов ее отдать а на самом деле он просто не заметил того богатства который дал ему всевышний то есть не всегда самопожертвование это положительное качество иногда это просто недооценка того счастья который находится рядом с тобой того богатства которое всевышний тебе дал и еще один момент который мы видим связи с недельной главой недельная глава рассказывает о том что есть понятие цура да и приводит дословно проказа да но это пятна на коже которые пятна на коже пятна на доме пятна на одежде которые приходят на говорит нашему дарти приходит за лошанор на шанор это злоязычие злоязычие когда я хочу сказать про про своего друга что-то плохое очень часто то что я ему завидую есть качество такой зависти я ему завидую это сказать и поэтому я хочу искать как-то его очернить сказать прямо что-то плохое да он на самом деле не такой хороший как он хочет себя показать и если посмотреть на вот эта идея которую мы видим из нашей недельной главы и из вот этой вот а годы этого сказания в гимаре увидим оба момента написано недельная что человек который хочет излечиться от этих пятен царат должен быть неделю вне лагеря вне стана один жить отдельно почему одна из вещей он должен сказать осмыслить все что с ним происходит что он делал неправильно почему в чем он ошибся вот это осмысление нужно искать уединиться и задуматься одному так вот одна из вещей которых человек должен вылечиться это от зависти 1 не завидуя оцени подумай посиди один и подумай что у тебя есть такого кого нет чего нет ни у кого чем всевышний одарил тебя конкретно и тогда у тебя поскольку ты будешь счастлив ты будешь полон тем что есть у тебя не будет никакой необходимости тебе объяснять почему он хороший поскольку ты будешь так доволен так сказать своей долей ты оценишь что сказать что есть у тебя не будет необходимости завидовать другому соответственно не будет необходимости ни про кого говорить ничего плохого то есть это как бы такие идеи которые мы вкратце очень так телеграфным способом мы увидели из этой агады сказания в гимаре и из нашей недельной главы большое спасибо может быть кому-то это будет на пользу до свидания спасибо 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 渡辞